Я думаю, игра понравилась зрителям. Забили два мяча. Могли и больше забить, как мы могли больше забить, так и соперник мог забить. Зрителям, наверное, нравится, но у профессионалов у нас, конечно, большие вопросы к игре обороны. Я думаю, у соперника такие же вопросы есть. Ну, у нас немножко объяснимо это было тем, что центральный защитник две недели пропустил, сегодня первый раз играл, но, честно говоря, не очень справлялся со своими обязанностями. У вас сейчас нет проблем с составом? То есть набираете? Нет, состав есть. Главное, в каком состоянии футболисты и какого уровня они сейчас футболисты. Те, которые вышли в стартовом составе, плюс два-три человека, которые находятся в резерве, в принципе, одного уровня. Остальная молодежь, в принципе, она только на подходе к игре в основном составе. Вы «Орел» изучали? То есть был материал? Да, мы изучали. Это знали, что эта команда очень проводит хорошо быстрые атаки, что, в принципе, и вылилось в сегодняшнем матче. Несколько выходов один в один, после быстрых переходов из обороны в атаку разговаривали с нашими футболистами, но, к сожалению, наверное, наши футболисты пока не готовы были к этой игре. Гол красивый получился? Ну, хорошо. Для зрителей, значит, хорошо. Потенциал Красова в плане вот таких мячей выше, чем он пока его показывает? Ну, Коля Красов вообще сейчас в последнее время мы переграфифицировали его в игрока, который подает все стандарты. И на тренировках он, в общем-то, выделяется в этом. Поэтому вот наконец-то вылилось в забитый мяч. У вас в штабе Савченков появился, я правильно понимаю? Да, Антон Сергеевич. Это большое подспорье нашим вратарям. И не только вратарям «Факел-М», но также всем вратарям ЦПФ. Сейчас привлекаем всех вратарей подросткового возраста, 15-16-летних Антон Сергеевич просматривает. И очень, конечно же, помогает, потому что времени у главного тренера очень мало для работы с вратарями. Поэтому сейчас мы очень довольны. И я хочу сказать, что плоды уже видны. Я надеюсь, будет еще лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова